Андрей Ермак родился 21 ноября 1971 года в Киеве в семье Бориса Михайловича и Марии Александровны Ермак. Восемь лет спустя у мальчика появился младший брат Денис. Политик называет родителей добрыми, скромными и порядочными людьми, которые научили его жить в соответствии с честью и совестью и ежедневно трудиться для достижения результата. Ермак до сих с нежностью вспоминает дни рождения, которые в детстве ему устраивала мама, собирая гостей, накрывая стол и готовя торт со свечами, чтобы сын мог загадать заветное желание. Отец, выпускник местного политеха, занимал ответственные должности, сначала на заводе, а потом в гоструктурах. Он даже был командирован в составе советского посольства в Афганистан в период 1980-х, когда там шли военные действия. Тем временем его старший сын учился в Киевской школе номер 259, откуда выпустился в 1989 году. Высшее образование Андрей получал в Институте международных отношений Киевского университета, из стен которого вышел с дипломами юриста и переводчика. Ермак разбирался в тонкостях международного права и в совершенстве владел английским, что не ставило под сомнение его блестящие карьерные перспективы. Прежде чем заняться политикой, Ермак зарекомендовал себя как надежный юрист с многолетней практикой. Он начал работать по специальности, еще не окончив ВУЗ, устроившись помощником юриста в компанию Проксен. Там же продолжил карьеру, уже будучи дипломированным специалистом. Андрей специализировался на консультациях международных компаний, налаживающих экономические и культурные связи с Украиной. Набравшись опыта, он стал основателем и совладельцем юридической службы, занимавшейся вопросами торгового права, антидемпинговых расследований и интеллектуальной собственности. Стоит отметить, что для страны эти правовые сферы были новыми, а потому фирма почти не имела конкурентов. Когда двое партнеров Ермака переехали жить в США, он основал собственную компанию, которая продолжила линию предыдущей. Она защищала авторские права, составляла продюсерские контракты, участвовала в законотворческих инициативах. Клиентами Ермака стали спортсмены, звезды шоу-бизнеса, зарубежные медиакомпании, выходящие на украинский рынок. В начале 2000-х Андрей подался в политику, правда, на тот момент работу осуществлял на общественных началах, не получая зарплаты. Он стал помощником депутата Эльбруса Тадеева, прославленного борца и олимпийского чемпиона, которому помогал в юридических вопросах. Со временем сфера деятельности Ермака расширилась, и к юриспруденции и политике добавился шоу-бизнес. Андрей занялся продюсированием украинского кино и даже создал собственную компанию, занимающуюся продакшоном. В этот период своей биографии он и встретился с Владимиром Зеленским, который еще не помышлял о политических высотах, а реализовывался как шоумен. Знакомство, состоявшееся в 2012 году, переросло в крепкую дружбу. Неудивительно, что, став президентом в 2019, Зеленский назначил опытного юриста своим помощником. Ермак стал сопровождать главу государства на международных встречах, а также взял на себя переговоры с Россией по поводу урегулирования конфликта и обмена пленными. При этом Ермак подвергался критике как агент Кремля за свою якобы пророссийскую политику. По данным журналистского расследования Любови Величко, отец Андрея, сотрудник ГРУ в отставке, а его бывший бизнес-партнер Рахамим Эммануилов называется лицом, связанным с верхушкой российской власти. Тогда же стали писать о том, что Ермак намеренно сорвал операцию СБ Усчок Вагнера, чтобы не портить отношения с Россией. Однако расследование, опубликованное Беллингкот, сенсационных обвинений в адрес помощника президента выдвигать не стало. Потопить репутацию Андрея Борисовича пытались и при помощи видео, на которых его брат Денис рассуждает о продаже высокопоставленных должностей. Несмотря на то, что помощника президента называли агентом ФСБ и даже намеревались открыть против него дело по обвинению в государственной измене, доверие со стороны Зеленского это не поколебало. Наоборот, лидер страны включил Ермака в Совет национальной безопасности и обороны, а в феврале 2020 года назначил главой Офиса президента Украины. Несмотря на то, что Ермак ведет страницы в Инстаграме и Фейсбуке, свет на личную жизнь политика они почти не проливают. Среди обилия официального контента там можно отыскать неформальные фото в компании Владимира Зеленского и его жены, однако собственную семью Андрей оберегает от посторонних глаз. При этом известно, что политик дружит со многими представителями шоу-бизнеса, спортсменами и политиками. В числе последних бывший ресторатор, а ныне депутат Николай Тищенко, чей сын Даниил стал крестником Ермака. В ноябре 2021 года Ермак отметил 50-летний юбилей, который стал поводом для скандала в прессе. Андрея Борисовича обвинили в том, что тот закатил четырехдневное празднование на президентской даче в Карпатах, куда гостей свозили на правительственных вертолетах. Политик эти обвинения опроверг, заявив, что не любит пышных торжеств. Сейчас Андрей Борисович продолжает трудиться в должности руководителя Офиса президента Украины. Его фигура приобретает все большее влияние на политической карте страны. Журналист Дмитрий Гордон в интервью и вовсе заявил, что по факту Украиной правит не Зеленский, а Ермак. Продолжение следует...